В новом сезоне в лучшей лиге мира наконец-то сыграют оба брата Свечниковы. И вот, Свечников-старший наконец-то вышел на лед. Сейчас Евгений занимается в тренировочном лагере в Плямуте, живет в комнате с партнером по Детройту Диланом Ларкином и считает дни до старта сезона. Также 22-летний форвард успел поработать в США с тренером по развитию игроков Красных Крыльев Брэндоном Ноурата. Это было очень круто. Мы проделали огромную работу, лето получилось очень веселым и продуктивным. Я не могу дождаться старта сезона. Вы даже представить не можете, как я соскучился по хоккею, рассказал Свечников из Данюта Атлетич. Для Евгения, который не играл весь сезон, лето получилось необычным. Ему нужно было найти баланс между тренировками на льду и в зале и восстановлением после травмы, которое контролировали специалисты Детройта. Сейчас Свечников готовится принять участие в турнире новичков, который стартует 13 сентября в Траверс-Сити, штат Мичиган. Процесс восстановления все еще идет. Я уже катаюсь на коньках, но еще далеко от оптимальных своих кондиций. Чувствую себя комфортно, просто сильно устаю под конец тренировки. Но ничего, все наладится. Не важно, что было в прошлом году, было ли мне больно или нет. Сейчас все мои мысли заняты предстоящим турниром. Я хочу занять место в команде и показать все, что могу. Я готов играть, признается хоккеист, ты Атлетич. В системе клуба много молодых форвардов с небольшой зарплатой, среди них и россиянин. На данный момент в составе ретуинг с 13 форвардов. У Свечникова среди нападающих, самый скромный контракт на 863 тысяч в год. Для 22-летнего игрока многое станет понятно в сентябре. От того, как он проявит себя в тренировочном лагере, будет зависеть его будущее в Детройте. Но конкуренция за место в третьей и четвертой тройке будет серьезной. Его контракт новичка истекает по окончании прошедшего сезона, и если его вновь ждет неудача в НХЛ, то, возможно, хоккеисту стоит задуматься о возвращении домой. Однако, кажется, что Свечников старший созрел для НХЛ и готов играть в одной лиге с младшим братом.